Собрать на пустом месте целый пласт культурного наследия. Казалось бы, невозможное смогли сделать работники Национальной библиотеки Ингушетии за последние 30 лет. Не имея на начальном этапе материальную базу, собственное здание, книжный фонд и техническое оснащение, библиотекари на сегодня собрали свыше 160 тысяч работ. Было сложно, даже сегодня работники трудятся в небольшом приспособленном помещении, но выбранному пути научные сотрудники не изменяют и продолжают обогащать население республики знаниями истории Родины, его писателях и героев. Уважаемая Цейша Абдулаевна, поздравляю вас и вашим лицам весь коллектив с общероссийским днём библиотек, а также 30-летним со дня основания Национальной библиотеки Республики Ингушетия имени Джималадина Хагузаевича Индейба. Наша Национальная библиотека является не только центром культуры и образования, где собраны сокровища человеческой мысли, но и местом для проведения социально-культурных мероприятий, направленных на повышение интереса населения к чтению, а также патриотическое воспитание молодёжи. Кропотливый труд каждого работника библиотеки очень значим и необходим. Вы не только способствуете формированию культурного потенциала нашей республики, но и обеспечиваете неразрывную связь между поколениями, помогая читателям стать духовно богаче и красивее. В этот знаменательный день выражаю вам слова искренней благодарности за добросовестный подвижнический труд на благо Ингушетии, за вклад в формирование высокого интеллектуального потенциала общества, развитие духовности и культуры нашего народа. От всей души желаю вам новых профессиональных успехов, мира и благополучия всеми. Крепкого вам здоровья, счастья и удачи. С уважением, Махмуд Али Макшарипович Калиматов. Республиканская, а позже, национальная библиотека была образована 16 апреля 1993 года. Это своего рода документальная основа культурного наследия ингушей. В различных работах на полках и электронных носителях хранится по крупицам собранная история целого народа. В лице главной библиотеки мы имеем объект национального и культурного достояния народа. Имеем общегосударственное хранилище различных видов информационных ресурсов. Сегодня мы имеем научно-исследовательское учреждение области библиотечного дела, библиографоведения и краеведческого направления. И мы научно-информационный, культурный центр республиканского значения. На сегодня нас библиотека стала одним из символов республики. Она имеет большое значение не только в развитии библиотечного дела, но и играет важную роль в развитии культуры, науки, просвещения народа, сохранении исторической памяти и языка. Наша работа, она нацелена на то, чтобы вот это наше главное дело, создание национального документального фонда, чтобы оно было доступным для читателя, для всех жителей нашей республики и не только, но и в мировом пространстве. Почему? Потому что мы, как малый народ, должны сохраниться в истории, должны развиваться и быть известны среди других народов нашей планеты, нашего мира. В Ингушетии библиотечное обслуживание проходит в 50 библиотеках. Из них 37 находятся в сельской местности, в том числе и несколько детских. За последние два года в регионе также открыты две модульные библиотеки. Это стало реальным благодаря нацпроекту «Культура». Во-первых, ты сам обогащаешься, а во-вторых, ты это всё выносишь в среду, как бы делишься и распространяешь это к свет, к миру. И вот это меня удерживает в этой профессии. Библиотека – память человечества. В ней хранятся знания многих веков и народов. Впрочем, Национальная библиотека Ингушетии – не просто место, где можно прочесть ту или иную книгу. Помимо этого, в её стенах проводят научные конференции, форумы, выставки, презентации книг, юбилейные вечера и другие мероприятия. А благодаря рубрике «Поэзия молодых» в широкий свет вышли труды многих молодых писателей и поэтов. Это место, наверное, где рождаются новые поэты. Когда-то я знаю, что в нашей Национальной библиотеке издавалось Марьям Ильянова, издавался Гирихан Гагиев, издавались все вот эти вот маститые поэты, которых мы и сегодня знаем по имёнам, знаем их творчество. Поэтому у истоков вот таких вот громких имён стояла Национальная библиотека. Почётными грамотами и дипломами отметили тех, кто, несмотря на все трудности, хранит народную память, всю документалистику и новостные хроники, которые однажды лягут в основу историографии не только нашей республики, но и страны в целом. Муслим Ганиев, Джамалей Султыгов, Новости 24.